всем добрый день с вами снова марина начинаем знакомство со знаками японской азбуки для начала основные правила первое правило знаки надо прописывать чем больше тем лучше но минимум две строки должна возникнуть так называемая мышечная память при прописывании мы проговариваем знак знак должен иметь прочную связь со звуком если она отсутствует знак бесполезен при написании обращаем внимание на порядок черт если вы хотите чтобы буква получилась правильной и красивой ее черты нужно писать в указанном порядке это правило с которым не надо бороться а принять его как аксиому одновременно мы запоминаем что японские знаки и вне зависимости от того буквы это или иероглифы пишутся соблюдением принципа мы пишем сверху вниз слева направо и последнее правило буквы бесполезны если вы их не употребляете поэтому старайтесь находить знаком практическое применение самых первых выученных букв итак первый знак это буква а она состоит из трех черт порядок написания черт помечен цифрами сначала мы пишем горизонтальную черточку затем вертикальную и потом вот такую закрученную похожую на кренделек не забываем что порядок черт реально имеет значение и если вы хотите красивую букву его нужно соблюсти следующий знак это буква и она состоит из двух черт и пишется как мы помним слева направо то есть мы сначала прописываем эту черточку и потом сверху вниз прописываем вторую при написании знака можно представить что внутри него находится некий шарик и две черты словно обнимают его слева и справа помним что как только мы начали изучать буквы мы сразу же должны начать ими пользоваться поэтому давайте попробуем записать первые два слова это слово а и любовь и и хороший первое слово является существительным а второе прилагательным и состоит из двух букв и на конце и как правило читается как и краткая именно поэтому она записана именно так русскими буквами оба эти слова имеют иероглифическое написание но чем хорош японский язык так это тем что в том случае если вы не знаете иероглифов вы всегда можете записать слово азбукой следующий знак это буква у он также пишется сверху вниз и сначала мы ставим вверху небольшую наклонную черточку похожую на знак ударения а а затем плавно прописываем остальную часть знака для запоминания этого знака предлагаю вам прописать следующие слова это глаголы а у встречаться и и у говорить и у говорить поскольку оба эти слова являются глаголовым вы можете обратить внимание на то что в окончании всех японских глаголов будет стоять буква у наличество и буква у она может быть как самостоятельная у так и в составе слога следующая буква это буква и обратите внимание что первая черта пишется также как у у а вторая основная пишется без отрыва руки так называемом в одну черту запишем следующие слова как вы видите сама буква и она уже представляет собой целое слово и по японски картина и еще два слова и и дом и и и нет на примере этих двух слов очень четко видно насколько в японском языке важна долгота от того долгое гласное или короткое зависит значение слова поэтому обязательно обращайте внимание при произношении на долготу при произношении японских слов и последний знак с которым мы сегодня разберемся это знак о он также пишется сверху вниз начинается с горизонтальной черточки потом идет основная черта мы пишем ее без отрыва руки и последнее ставится вот такая маленькая черта похоже на запятую наверное давайте закрепим значение правописание выученных нами знаков на следующих словах давайте запишем аой аой это прилагательное прилагательное которое обозначает обычно синий цвет голубой синий но у него также есть значение зеленого цвета здесь мы должны принимать оттенок этого зеленого это светло зеленый цвет обычно употребляется в названиях вот зеленое яблоко зеленое например только свежие листва тоже японцы говорят аой и интересно что слово аой также употребляется при обозначении зеленого цвета светофора японском языке существует и отдельное слово зеленый это мидори но мидори обозначает более насыщенный зеленый цвет в то время как аой более светлый как мы бы сказали наверно салатовый и второе слово которое мы запишем это слово ой многочисленный как мы видим здесь тоже присутствует долгота которая передается написанием двух подряд гласных о как видим изучив всего пять букв мы смогли пополнить свой словарный запас целый рядом слов причем в этом пока не очень многочисленном наборе присутствуют сразу три части речи существительное предлагательное и глагол теперь я предлагаю поставить данную картинку на паузу и потренироваться в чтении слов из выученных нами знаков помним что если на конце слога стоит знак и он произносится как и как краткое и краткое и и последнее задание я предлагаю вам найти знакомые теперь знаки в составе японских слов представленных на этой картинке на этих картинках спасибо за внимание мы сделали еще один шаг на пути к изучению японского языка до встречи